Господи, Боже мой! Я других любил, ибо кто дает, тот получает, кто себя забывает, тот обретает, кто умирает, тот просыпается к вечной жизни. То, что просил Пирогову Бога, больше всего характеризует его как личность, как человека. Жизнь Пирогова представляет огромный интерес не только как жизнь великого хирурга и анатома, выдающегося врача с феноменальным клиническим чутьем, педагога, патриота России, морального, нравственного человека, принципами которого пользовались даже враги. Его жизнь интересна еще теми событиями, которые прошли через судьбу Пирогова, эпохальные 19 века, которые изменили не только 19 век, но и следующие 20 веки в России. Я имею в виду войны, четыре войны, которые прошли через жизнь Пирогова. Кавказская, Крымская и две европейских войны. Я имею в виду отмену крепостного права и те реформы, которые начались в России, и те, которые, в общем-то, начинал и Пирогов в своем имении Вишня, и в том уезде, в котором он жил. Но жизнь Пирогова еще интересна встречами. От простых интересных людей, которых он много писал в дневнике в своем, но и выдающиеся люди России, такие как Корнилов, Махимов. Это была и царская семья, в том числе император Александр II, губернаторы, министры. И, конечно, очень много выдающихся хирургов европейских. Поэтому вот знакомство с чередой этих людей, которые вспоминали Пирогова, в том числе и те люди, которые мы сегодня считаем небожителями, все это говорит о том, что галерея портретов современнику Пирогова тоже представляет собой огромный интерес. Но есть еще одно. Пирогов, его жизнь протекала не как случайность, не как самотек. Он ее как режиссер моделировал. И начиная с университетских годов, где он учился в Московском университете, до последних дней своей жизни, да даже после смерти, он режиссировал память о себе. В жизни Пирогова есть особый период, который образно называют «золотой осенью» его жизни, то есть пенсионный возраст. Подобно тому, как болгинская осень была у Пушкина, особый период продуктивный, такая же золотая осень была у Пирогова, когда он 20 лет жил в усадьбе Вишня. И эта осень дала необыкновенные плоды, которыми мы пользуемся до сих пор. Я имею в виду жизнь пенсионера Пирогова в своей усадьбе, которую он приобрел в последний год службы в должности попечителя Одесского и позже Киевского учебных округов. Сегодня это очень крупный, знаменитый музей на Украине, один из лучших музеев в идеальном состоянии, куда приходит очень много людей, иногда далеких от медицины. И этот музей был открыт петербургскими учеными по инициативе их, прежде всего профессора Максименкова, в 1847 году, он открыт был 9 сентября, как филиал военно-медицинского музея в Ленинграде тогда, руководил которым его основатель и первый руководитель на протяжении 10 лет, профессор Максименков Алексей Николаевич. Он любил, знал Пирогова, ценил, он пропагандировал его идеи, он много писал о нем. И, конечно, я, который сейчас руковожу кафедрой, некогда руководившей профессором Максименковым, для меня очень дорого то, что мой великий предшественник столько времени и часть своей жизни уделил профессору Пирогову. И в связи с этим, и для меня это очень высокая честь и обязанность также пропагандировать его идеи, его взгляды, его нравственность. И эта выставка в связи с этим в музее Шарского военного клинического санатория Мения Пирогова не случайна. Идея найти себе пенаты для последнего периода жизни Пирогову пришла в 1860-х годах, когда он понимал, что скоро ему не дадут пропагандировать те идеи в должности попечителя Киевского учебного уровня. Потому что очень много было напряжений, связанных с ростом недовольства, с терроризмом. Вы знаете, что в 1861 году Александр II погиб. Мысль уйти на заслуженный отдых Пирогову пришла впервые во время окончания службы, будучи в должности профессора, ординарного профессора, то есть заведующего кафедрой госпитальной хирургии в Императорской медико-хирургической академии. Сложная жизнь прожита в течение 15 лет в этой должности. Очень много было и разочарований, но выдающиеся достижения, о которых мы знаем, как достижения Пирогова, конечно, сделаны были именно в Петербурге, когда он был профессором медико-хирургической академии. Но весной 1856 года Пирогов получает новое предложение перейти в Министерство просвещения. И, имея выслугу 30 лет, в возрасте 46 лет за счет войны в Крыму, где он практически получил 10 лет выслуги за один год пребывания на войне, он получает предложение работать в Министерстве просвещения в должности товарища министра. Мы теперь знаем, что это эквивалент заместителя министра просвещения. Но по каким-то причинам, возможно, что его переиграли, он оказался не у дел, ему было предложено стать попечителем Одесского, а потом Киевского учебных округов. В Киеве он получал это звание тайного советника, это генерал-полковник. Это, конечно, самое высокое звание, которое могло бы быть у врача. И, имея тоже непростые отношения с губернатором Васильчиковым, с его женой, с некоторыми реакционными деятелями, которые его подставляли, было ясно, что осталось ему недолго служить в этой должности, и он начал подыскивать себе имение. В 1860 году пирогом получают 4-ю Демидовскую премию в Петербургской академии наук за атлас распилом замороженного тела. Казалось бы, и деньги появились, но тот проект финансовый, который связан с приобретением усадьбы, вишня, он является уникальным, уникальным для врача. Стоимость предложенного имения потомками доктора Гриколевского приближалась к 100 тысячам рублей серебру. Но Адемидовская премия 5 тысяч рублей ассигнациями или около полутора тысяч рублей серебру, конечно, ничего не решала. Поэтому пирогов берет кредит у венецкого банкира 30 тысяч рублей. И стало ясно, что не только приобретение усадьбы, но и предстоит еще огромная работа для того, чтобы рассчитаться с таким астрономическим долгом. По-видимому, жена Пирогова, генеральша Бестром Александра Антоновна, вторая жена Пирогова, была неизбедна. Ее родная сестра, жена сенатора, тоже, которая прожила жизнь вместе с Пироговыми, в его имении. Все это, видимо, коллективный был проект, семейный, но, тем не менее, Пирогов справился и с ним, как и с многими другими проектами, которые, в общем-то, он создавал всю свою жизнь. Имение 4,5 тысячи гектар земельных угодий, 20 гектар приусадебного участка с садами и виноградниками. Конечно, это огромная территория, огромный объем работы, но Пирогов, будучи тайным советником, взял сосучила рукава, и начал преобразовывать свое имение. Весной 1861 года, после торжественных проводов Пирогова общественностью Киева, студентами, которые провожали его до окраин города, а некоторые доехали даже до Венницы, К Пирогов приезжает вишню, деревня, которая примыкала к красивой речушке, рядом были деревни, еще две деревеньки, которые вошли в его имение. Пирогов начинает, прежде всего, строительство дома. В 1862 году начинается стройка, которая продолжалась на протяжении четырех лет. Это красивый, это одноэтажный дом с очень богатой верандой для того времени, на которой Пирогов любил пить чай, вспоминая сырой петербургский климат и писал своим друзьям о том, что живет он, хотя на Украине, Украина и не Италия, но здесь очень хороший, мягкий климат, и в октябре еще летают пчелы. Перед домом стоит памятник, сделанный ленинградским скульптором Игорем Крестовским, который представляет собой Пирогова на высоте своего творческого взлета профессора Медико-медико-медико-академии, когда он создавал те уникальные работы, которые служат и до сих пор, как будто они сделаны были сегодня. Игорь Негода, Игорь Негода,